Мои права ущемляют, но я не намерена сдаваться. С такими словами в нашу редакцию обратилась Наталья Толдина. В феврале 2016-го молодая женщина устроилась продавцом в один из магазинов крупной федеральной сети. Следила за тем, чтобы на прилавках всегда был свежий товар, занималась выкладкой и работала на кассе. Но отношения с руководством не сложились. В декабре Наталья получила приказ, согласно которому к труду ее больше не допускали. Приказ был издан задним числом от 4 декабря, а вручили его только 13-го числа в 12 часов дня. В данном магазине находятся родственники знакомых этого директора. Она мне симметически говорила, что нужно просто освободить место. Поводом стало то, что продавец не прошла медкомиссию. Хотя сама Наталья утверждает, что срок справок еще не истек. Конфликт усугубился, когда молодая женщина принесла заключение врача о том, что ей по состоянию здоровья теперь разрешен только легкий труд. По сути, это работа на кассе. Набрасывался, потому что я когда писала справку на легкий труд. Потому что мы таскаем тяжести, бывает тележки по 130 килограмм. Мешки тяжелые, картошка, соль тяжелые мешки. Для нее она не хотела представлять труд. Она наоборот заставила меня таскать тележку, где было 200 килограмм. И сказала, что я за 40 минут ее выгрузила. Я сказала, что это неправильно. И пошла в этот же день, 28 декабря, заявила в полицию. Сейчас конфликт работодателя и сотрудника решает Советский районный суд. Наталья рассчитывает, что приказ о ее недопуске к работе признают недействительным. К тому же она хочет продолжить работу именно в этом магазине. Заведующая по телефону комментировать ситуацию нам отказалась. Пояснила, что ей есть что сказать. Но делать заявление она попросту неуполномочена. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.